Жулиану в больницу. И во время, пока она помогала, я узнала много интересных вещей в ее жизни, но в любом случае предстояла тоже тяжелая операция, серьезная операция предстояла, 28 июля она ее сделала, и я и начала свидетельствовать о Боге, я и в Иисусе, мусульманочке нашей, она говорит, атеистка, и у меня русский парень, которому три года мои обручены были, он тоже атеист, хотя христианин. По родителям. Но мы атеисты, а меня родители выгнали вообще с деревни, потому что я у меня был русский парень, неверный, и поэтому как бы, ну как я могу верить в Бога, когда родители так со мной поступили. Я сейчас буду делать сложную операцию, и они даже не посетят меня, я это знаю, я одна здесь в городе, в Харфе, там снимают квартиру, и когда ей предстояла цель, еще это дружок этот, жених бросил русский, в общем, все у нее хорошо. Как раз наш клиент, как говорится. Я даю в доме живых истории свою историю, мою вот эту вот первую историю с моей аварией, как я пришла к Богу, что Бог сделал моей жизни, там есть молитва. И титры есть на иврите. Это такое благословение, что мой режиссер, которому я снималась в фильме, он сделал мне для этого свидетельства титры на иврите. Бесплатно. Вот. И я даю ей это свидетельство послушать. Она такая, а, в шоке, полном. Я не знаю, молилась она, не молилась, но она говорит, слушай, ты меня поразила, я верю. Вот все, что ты говоришь, я верю. Я вижу на Жульяне, какие чудеса, это твой Бог. А я говорю, мой Бог может быть твоим Богом. Он у нас, в принципе, один. Просто разными путями все там бронем, ходим, никак, как овечки не найдем, источники свои правильные. Да. И как-то так вот месяц она поработала там и идет на операцию. У нее 20 сняла операция, я 29 должна ехать в Киев. Причем тоже чудесным образом. Тоже помолилась Господу в церкви, написала записочку в Господу. Так мне нужно в Украине, так мне хочется. Мне надо отдохнуть на своей родине. В субботу написала записочку в церковь, помолилась, даже не зная, что я написала. В воскресенье уже был ответ. Это просто чудо. А перед этим Оксада, как всегда, мне говорит, ты в Украину обязательно приедешь. Я говорю, это нереально. Оксада, как ты уже мне не пророчествовала. Да, у тебя классный, я не принимаю, но я вижу просто по ситуации, это сейчас нереально. Я не могу бросить больного ребенка в больницу. Ну как? А как на меня соседи посмотрят? А родственники? А как все? Еще муж из больницы практически не лазит. Тоже он такой, я болею, мне плохо. Я там все, потому что мне плохо. Я не могу уже это выдержать. Вот. Это же я самая здоровая, самая сильная боевая подруга в лошадь. С дочанкой. Чупаевской. Вперед. На брасуру вечную, независимо от ситуации. Как ты себя чувствуешь? Вот. И, короче, и вдруг в воскресенье звонит сестра моего мужа, которой мы вообще, так сказать, во внимание не принимали в этой ситуации для помощи. Она звонит и говорит, я в месяц к вам приеду в августе, и я хочу помочь вам, и может Ира поехать в Киев отдохнуть. Потому что ей предстоит учебный год. Ей надо набраться сил. Это было чудо. А от сестры мужа это нереальное получение. Но это чудо. Это вот чудо было. И мне муж, второе чудо, мой муж всегда недоволен, когда я еду в Украину надолго. А тот вам сам говорит, иди бери билет, я тебе его куплю. Только вот на этот период, когда будет сестра. И я такая, господи, это не он говорит. Я же понимаю, что это ты через него, что у меня так по литве было написано. И проговорит через моего мужа. Он же мой глава. Хотя он еще не под Иисусом, но я его покрываю. Вот так как верующая жена покрывает всех. Освящай, да. Вот. И он говорит, едь. И я так смотрю, билет покупаю на 29-е, а сестра приезжает второго. Пять дней он один. Опять пункт на корабле. Я говорю, ну не было билетов, но второе. Вот. Значит, мне надо было быть в 29-м. А почему надо было в 29-м быть? Я поняла. Вот та встреча, которая у нас с Оксаной случилась, и это было до второго. Слушай, это вообще сейчас позрело. Это вообще. Ну это уже другой вопрос. Это уже Оксана у нас в детстве. Короче, я иду в больницу там, и в четверг с Сакина, эта девочка, мусульманка, она пришла, как говорится, с нами попрощаться. И говорит, Ира, я иду на операцию. Я так боюсь, я не сутап. И я ее приглашала к себе в церковь. Ну, она не смогла. И я говорю, так, садись. Садись рядом с Жулианом, а он уже у меня такой улыбается, уже общительный, уже разговаривает, уже там почти ходит. И такое же. Все. И он еще и ее любит. Он так ее любит. И как воспитательницу, и как друга, и как сестру, и может быть, даже больше. Не знаю. Он ее очень любит. Девочке 27 лет. Он садится рядом с ней, я говорю, Жулианчик, положи, сына зовут Жулиан, положи ручку ей на голову, а здоровье на животик. И мы помолимся. Теперь я говорю, Сакина, я буду молиться на русском языке. Не, могу на украине, конечно, но это ты точно не поможешь. Вот. Я говорю, я буду говорить на русском, ты будешь повторять все за мной. Ну, потому что для меня ближе мой язык, чтобы понимание было, что я провозглашаю. Вот. А теперь я буду просто переводить. Она говорит, хорошо. И она повторила молитву покаяния, я ее переводила, но она повторяла ее на русском языке. Причем там почти без акцента. Я удивилась. А на русском, я не знаю, только там какие-то две-три фразы, чисто для общения с другом. Но с другом они общались на верите. Она повторяет. И я ей говорю, там, прости мне все мои грехи. Все. Сказала, попросила прощения, прослезилась. Потом говорю, Сакина, а теперь скажи, Иисус, войди в мое сердце и быть Господом и спасите. И перевела ее на арабское. Что это значит. И она так. Я говорю, ты согласна? Да. И это меня просто сразило. И мой швенчик, вот там, ласками. И что-то, бубон там, что-то. Наверное, я языка сразила ребенок. Пятая от этого. И она повторила эту молитву покаяния. Она прослезилась. Она приняла Иисуса Господом. Но там еще второе чудо было. Мыли полы, там убирали. Две женщины, которые сказали, можно мы будем молиться за вашего сына? Я говорю, а вы откуда? Какая церковь? Я говорю, не можно, нужно. Они казались, в мессианской церкви. Мессианской. То есть евреи за Иисуса. Я иду Наташу, вот я с этой членой. А говорю, ну идите сюда, девчонки. Давайте помолимся за мусульманочку. Она приняла Иисуса. Давайте помолимся за ее операцию. Мы еще помолились за них. Она разрешила. Потом, как начала обнимать нас всех. Благодарить. И я на связи. Операция, кажется, прошла успешно. Все у нее хорошо. Она просто благодарит меня в смсках. И хочет постоянно нам это служить. И я так смотрю, что дальше мы будем с ней работать. Такое чувство. Потому что моя церковь тоже какое-то время за нее взяла. Причем я не просила. Они тоже за нее сильно молились. За ее операцию как-то так сильно. Но еще на этом не закончился. Я год в Израиле никого не могла привезти к Господу. Потому что там вообще тяжелая атмосфера духовная. Очень тяжелая. Там вообще все сложно. В духе. Делать. А здесь у меня был прорыв. Я тут все лето у меня куда ни зайду в кафешку. Куда ни зайду там вообще просто поговорить с человеком. Мне все карились. Просто так. Все легко карились. И все это было тоже по пророчеству Оксаны. Ты придешь, скажешь, что Иисус любит тебя. Все будут каяться. И так как-то оно по вазанию пошло. Я все лето провела в покаянии. Очень много людей привела к Богу. В прошлом году в Киеве. Но тут открытые небеса. А в Израиле как-то все. Я еще с цельманами работаю. Евреи вокруг я жила. Ну, вообще как-то так все весело. А все подружки вокруг меня христианки русские. Вот. И да, не получилось. Нет, получилась одна женщина русская на танцевальной группе моей. Украинка. Нет, она украинка. Просто просто говорящая. Вот. И потом, значит, там был такой мужичок на колясочке. Миша. Ходил, проклинал доктора, проклинал жену, проклинал всех, что его сделали инвалидом. Что операция доктора была неуспешной. И он получил шитук. Парализовала его. И он оказался в этом заведении. Я там пыталась ему сказать, господи, он меня послал. Попросила. Я говорю, слушай, принеси меня там ругать доктора. Может быть, он мне и не виноват. Он тоже все сказал, что он думает о докторе. В очень ярких сленках русских. И он лежит на коляске и всем рассказывает вот все эти истории. И это Наташа мессианская, христианка. А она пыталась там его уже месяц приводить в чувства, не получилось. Она говорит, это очень сложный вариант. И когда мы помолились за эту мусульманку, вот сразу же я вышла с комнаты. И вдруг такое ощущение. Я говорю, Наташа, слушай, пока мы поназадим, Духа Святого, что-то тут произошло? Как прорвало меня. Не меня. Вот Духа Святого просто прорвал. Я говорю, давай займем комнату к Мише. А вдруг принят наши молитвы за него, за его душу такую тревожную? И он рвет себе на части на этой коляске. Он даже, сейчас вот видите, сегодня я вас поставил. Он даже на этой коляске катается и поет там вместе с цирком, который приехал. Там цирк и я приехал там. Твой ребенок там с птичкой, с голубем разговаривает. А он на этой коляске, значит, да. И вот такой Миша. Очень несимпатичный Миша такой. Рвет и мечет. И как-то что-то так я на него обратила внимание, что сильно рада ты мечет. Все говорят, спокойно уже, там без ножек, без ручек. Ну, катается, как лясочка, дружится между собой. А это какой-то такой, вроде с ножками и с ручками, а головка беспокойная. Надо быть врученую на свободу. Я слишком засиделся в этой коляске. Моешь, упрыгивает там с танцами. И это все еще сидит. С доктором он мешает жить. И я так, говорю, Наташа, мы сойдем в комнатку. Она говорит, ну максимум. Я говорю, Наташа, ну максимум, не примет ножки. Тряхнем. И улетим. И пойдем. Приходим. Лежим. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, жена не пришла. Там кто-то, что-то. Она там что-то. Я говорю, жена работает, трое детей. А ты тут ля-ля, тра-ля-ля. Вот, она должна прийти. И вот, все. Так, Миша, успокойся. Давай мы с тобой поговорим. Да я не хочу ничего себе разводить. Я хочу спать. Я тут вообще, я устал. И вдруг. Я так устал, все, мы ушли. Разворачиваемся, иду. И у меня так, знаешь, что-то такое. Я говорю, Наташа, возвращаемся. Что-то кто-то от нас хочет. Вернулись. Я говорю, Наташа, молись на языках, наверное. Вот, и что-то он хочет. И я вдруг, у меня какое-то такое, нет, у меня это точно. Я так не умею. То, что у меня там дар евангелиста, мне сказали. Я еще как-то не знаю об этом. Вот. Но я так смотрю на этого, Миша, говорю, так, Миша, стоп. Я говорю, тебе комфортно быть больным? Нет. Я говорю, мне тоже было некомфортно быть больной в инвалидном кресле. В этом центре, 15 лет назад, и 3 месяца. Да. 5 переломов позвонка, 5 переломов таза, руки-ноги, голова. Все было вниз на рубке. И я так же подклалась в кресле. В депресснике, с психиатрами, с психологами, с таблетками, с уколами. В рыданиях, накладывая руки на себя каждый день. Если мой муж запрещал мне накладывать руки, я на него накладывала руки. Два ребра поломала, три пальца поломала, чашку о голову разбила. Потому что он мне мешал уйти туда, куда кто-то хотел меня забрать и не дать мне возможности дальше работать для Господа. Но я тогда не знала, что я буду работать для Господа. Я еще тогда сдала хилстонг, но не знала Господа лично. И церковь не знала, израть по месту, который меня привел, и я никуда. Все уже куда-то, а я отстаю. Мне там хорошо, все мои молитвы отвечены. Куда мне там дальше рэпаться? Зачем? В 20-х клипе. Надо, тут неплохо. Двое-трое собрались, хватит. Даже если 20 человек собрали, ну и хватит. Ну что, зачем прививать там? Так, ну это так, шутки в сторону. Миша, Миша, это сказка. Миша, я говорю, в глаза смотреть. Он застыл. Сейчас мастер-класс какая-то людей, слушайте. Я так, в глаза смотри, Миша. А Наташа, когда там что-то молится, уже молится, она еще такой, знаешь, чем нет, такой красивый. Она что-то там молится, что-то там это. Смотришь, что-то тут происходит. Застыл. Миша застыл, не может слова сказать. Как будто кто-то его так раз и заклеил. И я говорю, так. Я, благодаря Богу, встала с инвалидного кресла, пошла и вот сейчас танцую, работаю, двигаюсь. И еще сейчас вытягиваю своего сына, который здесь оказался тоже ради... Я так поняла, что из-за тебя. Я вот это с тобой сейчас вот молилась. Да. Я говорю, будем молиться. Быстро говори. Тебе нужно исцеление. Я сейчас позову Бога моего, и мы все сделаем. Но если только ты примишь. Да. Все, работаю. Наташа. На языках. Я не думаю, что это будет. Все повторил там. Все Иисуса принял. Еврей. Ну, русскоговорящий. Все принял, как положено. Потом я говорю, так, Библия есть? Есть дома. Вот жене скажи, что привезла. И начинаем работать. Наташа тебе поможет. А я уезжаю. Все, я свою работу сделала. А потом так. Говорю, подожди, подожди, подожди. Иисуса приняли. Попросили, чтобы исцелил. Но у нас же еще там дверь не закрытая. Доктор. Который сделал плохо тебе операцию. И сдает. Молчать. Будем прощать. Будем прощать. Доктор. Потому что это его время. Отваять в твое время исцеления. Хорошо. Какой тормоз. Хорошо. Наташа тебе помнишь. Что тут происходит? Все. Прощаем, доктор. Прощаем. Отпускаем. Суд Божий. Отпускаем. Он нам ничего не должен. Не должен. Мы ему ничего не должны. Не должны. Все. Если кто-то в чем-то виноват. На суде Божьем. Мы его уже не судим. Не судим. Круто. Дальше. Жену прощаем. Прощаем. Всех прощаем. Всех прощаем. Всех прощаем. Всех прощаем. Бамперс неправильно поменяли. Прощаем. 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 И такой все. Тормоз. Миша, тормоз. Миша уже в полете. Все, Миша. Будь исцелен. Скажи. Исус ты мой целитель. Я принимаю твои исцеления. Сказал. И мы так. Наташа. Наша миссия закончена. Мы пошли. Я вот так раз. На второй день приезжаю. Миша такой спокойно ездит. Не ругается. Не ствернословит. Спокойно ездит. Здравствуйте. Здравствуйте. Один час, два сложнейшие случая покаяния и такой какой-то прорыв. Я так поняла, что все. Полет у меня будет хороший. Перелет тоже. И вот уже я здесь взливаю. А мой ребенок каждый день высылает моему муж фотографии. Просто чудо. И танцует, и поет, и рисует, и говорит, и уже не кушает, а просто вот так вот запихивает эту пищу. А я так. Жуй, жуй. Спокойно. Едим спокойно. Жуем. Жуем. Вот. И моча у него чистая, не красная, не бордовая, не черная, не зеленая. Боже, какой ужас, что вы пережили. Вот. И это все, вся слава Господу. Аминь. Вся слава Господу. Уху. И огромное спасибо дару, которую ваших посторон. Я вот не преклоняюсь перед вами. Вот я просто вас люблю. Как подружку. Подружка. Слава подружку Виктора. Но я настолько благодарна Богу за их дар, который вы и который просто вы имеете. Это же просто благодать. Это просто благодать. И вот этой благодати я уже пытаюсь больше чтеного лету. И я просто... Слава Господу. Аллилуйя. Сейчас мы помылимся после этого парня. Да? Ой. Пока ты разговаривала, вот Петр с Тимофеем сделали несколько нам успехов. Да, это вот уже когда я уехала, а когда я уехала, Джулианчик, ты меня отпускаешь? Я еду в Киев. И девочка, привет, привет. Она говорит, да. Мама, все хорошо. Мама, будет все хорошо. Мама, все будет хорошо. Мама, едь в Киев. Ниночке, привет. Оксаночке, привет. Толечке, привет. Всем привет. Так что всем привет. Привет, я вам. Вот я очень хочу, чтобы он сюда пришел, но мой муж пока боится вообще, чтобы куда-то приезжал. Я так понимаю, что... Ну, все придут. Муж придет. Ой, муж, это да. Я уже хочу, чтобы он видит, чтобы он придет. Конечно. Вот ты знаешь, надо слушаться. Он говорит, да. Да, у тебя. А сейчас мы будем молиться. А то, Ирия, тут сны снятся, и мы будем молиться. Хорошо? По поводу этого сна. Церковь, я хочу, чтобы мы все приняли участие в этой молитве. Молитесь как за себя. А то, Ирия приснился сон, что есть осложнение. Понятно, материнское сердце начинает переживать, а дьявол начинает танцевать. Вот ему что нужно? Ему нужно, чтобы мы боялись, чтобы мы сомневались. И это в копилочку чудес я с удовольствием положу наш случай с Жульянчиком, когда он будет танцевать уже здесь. Уже кто-то говорит, здесь? Там Ирия дается, и мы выключили там на Ириюте. Ну, это может быть именно. Да, хорошо. А сейчас ты же нам еще будешь дарить песню свою. А сейчас мы поболимся. Виктор, можно я тебя попрошу с вами Альбам взять еще? И чтобы ты начал эту молитву за всю семью и за полное восстановление Янчика вашего. Когда он мне рассказывает про царя Давида, я хочу, что он тут рассказывает. Просто пастора были у меня дома, лично у меня дома. Как говорится, конкретно знают и землю, на которой я живу, и все, что вокруг меня там. Мы... Давайте церковь помолимся. Слава Богу. Господь, мы благодарны Тебе за это живое слово, за это свидетельство. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты живой, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. Господи, мы благодарим Тебя. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы, семья, не зависимо от того, где мы живем, что мы живем в разных странах, на таком большом расстоянии, Господь. Господи, я благодарю Тебя, что мы все Твоя семья и Твои дети, Господь. За эту помощь духовную, физическую, Господь. Спасибо Тебе очень. Я благодарю Тебя за то, что, Господь, мы проходим вот такие вот испытания, Господи. Мы благодарим Тебя за эти испытания, потому что в них есть Твое свидетельство и Твоя слава, Господь. Господи, благослови Жульяна, Господь. Благослови его на полное исцеление, Господь. Господи, благослови его, чтобы было полное исцеление во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, как церковь, полное исцеление и восстановление, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Я также молю Тебя за Ирину. Господи, восстанови ее здесь. Она приехала на родину, Украину, Господь. Пускай эта земля восстановит ее, Господь. Восстановит ее физически и духовно, Господь. Восстанови ее во имя Иисуса Христа, Господь. Также восстанови ее мужа. Исцели ее, Господь, и его Отче. Исцели его сердце, Господь. И я молю Тебя о том, чтобы пришло это время. Я верю, что оно вот-вот уже наступит, Господь. Что он вот-вот уже сделает этот последний шаг. И сдастся, Отче. Сдастся, Господь, перед Тобой. И скажет Иисусу. Ты мой Бог и мой Спаситель. Аллилуйя, Отец. Слава Тебе и Хвала. Господь, мы молимся прямо в дух нашего брата, маленького жуянчика. Он большой, но для нас он как младший брат. И мы молимся Тебе сейчас прямо в его дух, Отец. И мы молимся словом пророческим, которое Ты дал прямо с неба, чтобы голос его был услышан. И мы говорим, встань, укрепись, и голос Твой будет услышан. И свидетельство Твое будет знамя для народа. Отец, поставь его, как знамя надежды в той земле, где так тяжело говорить Евангелие. Господи, пусть его мать говорит Слово Божье, а он будет знаменем свидетельства в ее руке. И пусть его Отец, Боже, говорит о Христе, которого он не знал и гнам. И да будет эта семья оружием в руке Твоей. И мы запрещаем и разрушаем силу всякого диагноза, эпилепсии, церебрального паралича, остаточных явлений в кишечнике. Бог, мы отменяем все операции, все наркозы, все, что будет вредить его организму. Мы отменяем Твоим именем Иисус. Мы говорим чудесное восстановление. Боже, пусть все восстановится до конца. И мы хотим своими глазами видеть этот танец пред Господом. Господи, подади еврейские просто песни Твоего народа. Твой Сын будет танцевать. И Христос будет входить в сердца их. Господи, благодолим Тебе, Иисус. Благословляем Иру, как голос Евангелия. Благословляем ее дар Евангелиста. И благословляем то место, где они живут. Пусть в это место приходят просто сотни людей познавать Тебя. И пусть с этого места выходит помазание Святого Евангелия. Лето Господнего. Лето Господнего. Лето Господнего. Во имя Иисуса Христа. Помазание на ней. Лето Господнее. Проповедуй Лето Господнее. Куда придешь, куда станет нога твоя, придет Лето Господнее благоприятное. Пусть будет на ней помазание. Лето Господнее благоприятное. Во имя Иисуса Христа. Твое послание. Лето Господнее благоприятное. Куда ты не войдешь. Это помазание войдет с тобой. Во имя Иисуса. Во имя Христа. Пой пред Господом. Танцуй пред Небем. Это тоже помазание. Амин. Амин. Мы ждем твою песню.